Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня будет долма из листьев винограда. Можно сказать, это мое просто любимое блюдо. Посмотрите, как оно выглядит. Просто пальчики оближешь. А как пахнет вообще сказка. Также у меня здесь сок, помидорчики, огурчики. Как долго стоят огурчики. Это еще космос. Раньше мы покупали 3 кг за 1 манат. А сейчас мы покупаем 1 огурчик за 1 манат. То есть настолько дешево. Новый год, все такое. Я макаю в домашний кефир, который у нас называется мацони. У вас называется мацони, у нас называется котых. Просто вкусняши, ребята. Рецепт будет в инфобоксе. Заходите, смотрите, готовьте. Мы с мамой снимали, когда готовили. Сказать, что я очень голодная? Нет. Потому что я пожавтракала. И вообще сегодня должны прийти гости. Мне нужно просто снять мукбанг до того, когда они придут. Мама сказала, что как-то некрасиво получится, что гости пришли, сидят, а я сижу мукбанг снимаю. Не снять я не могла. Поэтому как-то так. Сегодня встала в 6. И снимала для вас видео для инстаграма. Очень интересная задумка. Я, короче, давайте спойлерить немножко. Хотя нет, я все равно сегодня выложу, вы уже увидите все в моем инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка на футбоксе. Там, короче, такая тема. Типа девушка в 17 лет, такая эффектная, вся из себя. А потом девушка в 25 лет, которая похожа на бабушку. И все это под музыку очень классно получилось. Я даже половину смонтировала. Вот у меня за кадром ноутбук лежит. Просто очень интересно получилось. Вообще я заметила, что в ютубе я вкладываю душу, а в инстаграм совершенно нет. Я, наверное, из тех пользователей, которые больше любят ютуб. Я понимаю, что... Если я также буду снимать еще и видео для инстаграма, там тоже все пойдет. Потому что у меня всего 18 тысяч подписчиков. Видео, которое я там выставляю, набирает по 20 тысяч. У меня есть видео, где 20 тысяч и 15 тысяч. Но меньше 10 не бывает. Это говорит о том, что аудитории интересно то, что я там снимаю. Как-то руки не доходят, если честно. Вот, например, ютуб. Очень-очень люблю ютуб. И, наверное, меня можно назвать не просто блогером, а именно ютубером. Мне хочется каждый день снимать, выкладывать, не знаю. Чтобы какая-то активность была подписчики. А по идее, если то же самое делать в инстаграме, то там тоже люди наберутся. Может, даже больше, чем в моем ютубе. Потому что в ютубе не у всех есть аккаунты, а в инстаграме у всех. Какой вкусный огурчик, наверное, потому что его так дорого купили. Вкусно. Они специально готовятся вот такие вот маленькие. Из, знаете, листьев. Из нежных виноградных листьев. Просто обожаю это блюдо. Это самое-самое мое любимое. Вчера я очень сильно была удивлена. В последнее время мои истории смотрят очень много народу. Представляете, у меня 18 тысяч человек подписчиков. А истории мои смотрят 12 тысяч. То есть больше половины смотрят мои истории. Это очень круто. Спасибо вам за активность. Мне реально очень-очень приятно. Я специально взяла вот бокал побольше, чтобы напиться, как говорится. Оказывается, сейчас моей тете приедет из деревни моя двоюродная сестра. Я ее просто обожаю. Она классная. Одно время она даже жила у нас. Мы с ней просто замечательно ладили. Вообще у меня со всеми родственниками хорошее отношение. Просто я не могу сказать, что отношения какие-то тесные. То есть каждый день мы не переписываемся, мы не общаемся. Можно сказать, там, месяц один раз. Или два месяца один раз созваниваемся, поздравляем друг друга. Столько обо всем хочу вам рассказать. Я даже не знаю, как это уместить в одно видео. Наверное, надо, как и другие блогеры, снимать по 30 минут видео. Я думаю, что, чем снимать видео на 30 минут, лучше я выложу два мукбанка. Мне кажется, так будет интереснее. Что вы думаете на отсчет? А тем более я не могу есть медлено. Кто-то может, тому респект и уважуха. Я не могу что поделать. Огурчик просто божественный. Так вот, о чем я хотела с вами поговорить. В одном из видео про роллы, там кто-то написал, один ролл исчез, там, где я вырезала этот момент. Просто знаете как? Я вас тоже понимаю, как зрители, вы смотрите, а куда делся этот один ролл? А вы тоже поймите меня. Я зачем монтирую видео? Я вырезаю те моменты, которые мне не нравятся. Например, я снимаю видео и говорю там про своего брата, например, что-то, какую-то историю. А потом на процессе монтажа я смотрю, зачем я это рассказала. Это слишком личное. Или какую-то историю рассказала, про которую думаю, вот вы начнете меня хейтить. И вырезаю. Я же не могу там только звук убрать, понимаете? Получается, что картинка тоже уходит. И получается так, что этот момент, где я ем этот ролл, он исчезает. Мои видео, они не направлены на чисто вот много съесть. Мои видео, это чисто приятно посидеть, пообщаться. Красиво разложить еду. Это не совсем как бы мукбанг, это итинг шоу, можно так сказать. Поэтому поймите вы меня тоже. Монтирую я как раз для того, чтобы что-то лишнее вырезать. Даже в одном видео я очень много всего рассказала про своего парня. А потом я согласовалась с ним, после того, как я сняла это видео. Он сказал, вырежу эти моменты. И так получилось, я не помню, что я ела. То ли бутерброды, то ли какой-то завтрак, в общем. И так получилось, что половины видео там даже нет. Где я ем две сосиски, там вообще нет. Либо надо, знаете как, либо надо писать текст. Потом сидеть, болтать на камеру. А когда вот происходит такая импровизация, ты сидишь, как реально с подругой и просто беседуешь. У меня лично так. Я вообще не думаю, то что я говорю в видео. А потом в процессе монтажа ко мне приходит осознание. Айка, вот нахрена ты это сказал? Вот как сейчас это вырезать? Так что вы простите меня за эти казусы. Но мне кажется, текст писать все равно не надо. Я считаю, что если будет текст, то будет какая-то неискренность. Будет как робот, да, я буду говорить вот так вот, читать, а что дальше по списку и так далее. Это будет неинтересно по мне. Пусть иногда я говорю ерунду. Зато это от души. Там не знаю. Маслины назвала оливками, оливки назвала маслинами. Я, конечно, понимаю, меня охотят за это. Но я все равно предпочитаю не готовиться к видео. Вы думаете, я это говорю из-за экономии времени? Наоборот. В случае, когда я монтирую, экономия времени никак не получается. Понимаете? Я монтирую 2 часа. Текст я могу составить за 20 минут. Сидеть, это все вырезать, потом сохранять. Ребята, это просто вкусняшек. Смотрите. Я думала, не съем, но сейчас я смотрю, что осталось-то ерунда. Так, еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Это гивэвэй-патия. А устрелы гивэвэй. Все было по-честному. Но некоторые девочки отмечали не подруг. Там, знаете, какие условия были? Если вы не подписаны на Фатю, обязательно подпишитесь. И условия были такие. Нужно было отметить трех подруг и быть подписанным на Фатю. И люди отмечали не то, что трех подруг, а три какие-то салона или какую-то... В блоге шум. Но не подругу, понимаете? Какие-то магазины. Поэтому выиграла девочка, которая реально отметила трех своих подруг. Причем несколько подруг. А не повторяюсь. И тут такой казус. Представляете, девочку, по-моему, Вика зовут. Передаю тебе огромный привет, Виколь. Вы увидели, что она на меня тоже подписана. Очень такая милая девочка. Подросток, наверное, 13-14 лет. И получилось так, что она живет в Крыму. Насколько я знаю, из Америки посылки в Крым нельзя отсылать. Потому что так как эта территория, как бы, теперь уже России. Я не очень разбираюсь в этих политических моментах. Но суть заключается в том, что... Неизвестно точно, можно туда отсылать посылки или нет. Вот. Поэтому сегодня утром Фатя была в замешательстве. Она не знала, что делать. Он говорит, я уже ей сказала, что я тебе отошлю посылку. Но когда я узнала, что она живет в Крыму, я ей предвзошла такой вариант, что если не получится отослать посылку, послать деньги. Пусть сама купит себе косметику. Мне кажется, так тоже будет честно. Но все-таки, конечно, приятнее, наверное, получить именно подарок. Но деньги тоже есть деньги. А может, пойдем в любой магазин, купите косметику, которая ей нравится. Так что вот такие вот гивауэи. Сколько штук осталось? Всего немного. На улице такая погода, знаете, пасмурная. У нас дома ни елки, ничего. Я гирлянду тоже забыла включить в этот раз. Но ничего. На Новый год, наверное, все домашние мы пойдем к моему дяде. Но я хочу, честно, остаться дома, чтобы сидеть и монтировать видео, что-то снимать. Я вот реально получаю от этого кайф. Для меня это не работа. Вот реально сижу, болтаю. С вами совсем забыла про лаваш. Обычно смотрите, как делается. Учитесь, ребята, учитесь, пока я жива. Берем дууму берем, заворачиваем в лавашик. Получается такая штукенция. Вчера мы вечером приготовили. Я прям не удержалась и штук 6-7 съела. Хотя была совершенно не голодная. Время было час ночи. Не могу я себе в таких вещах сказать нет. Кстати, насчет моего спорта. Девчонки интересуются. Я как-то в видео сказала вам, что я начала по утрам бегать. Это не совсем бег. Это, наверное, больше ходьба. Еще я спускаюсь по лестнице. Я живу на очень высоком этаже. И я, получается, спускаюсь и поднимаюсь. Вот. Чтобы как-то поддерживать свою фигуру. Даже не то, чтобы похудеть. Похудеть я не хочу. Меня все устраивает. Просто я хочу, чтобы у меня тело было упругое. Чтобы были мышцы, понимаете. Я заметила, что в деревне у нас, девочки, у нас такие стройные ножки. Все уже взрывают, господа. Уже Новый год начинается. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. И думаю. Вкусняши просто. Осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот выглядит. Дома. Так вот. Не знаю, что нашло на наших соседей, но все взорвали петарды. Помню, в детстве наши одноклассники брали петарды и кидали нам под ноги. Это типа была шутка. С Новым годом, девочки! Очень дурацкие шутки были. Я, если честно, против этих вот штук, которые взрываются, потому что каждый год статистика говорит о том, что очень много людей калечится именно из-за этих салютов, из-за этих петард, потому что некачественные китайские, продают везде. Несертифицированная продукция. Лучше обойтись и без этого. Я вообще всегда за безопасность. Я такой человек, который вообще не любит рисковать. И он говорил уже об этом. Например, я прохожу дорогу. И где-то там в 100 метрах переход. Я обязательно пройдусь и пойду через переход. Я вам всегда об этом говорю, но скажу еще раз. Я за безопасность. Огурчик какой! И последний. Как же вкусно было, ребята! Обязательно приготовьте! Ссылочка будет в амфобоксе. Ссылочка будет закреплена в комментариях. Я в этот раз прям мало пила. Это у меня бывает тогда, когда я не наелась. Если честно, не наелась. И взять добавки я тоже не могу, потому что должны прийти гости. Если я съем всю кастрюлю, это будет как-то некрасиво как минимум. Поэтому буду терпеливо ждать гостей. И когда придут гости, все сядут на стол, я прям наброшусь. Наброшусь! Как зверь! На... На глупцы. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!